значит взялся за отделку то есть мне сейчас надо немножко вперед вынести площадку для того чтобы потом крепить переднюю часть там то бишь либо стекло либо поликарбона там будут это все как бы ну по факту суть в чем использую значит вот такой профиль это какой-то наличник опять же самый дешевый сделай сама такого профиля значит делал заметочки и сейчас это лобзиком аккуратно вырежу сверху оставлен взорчик тепловой такого плана так значит по поводу самой конструкции процесс достройки завершён именно алюминиевой части так вот это все выглядит лежа сзади вот так вот выглядит коллектор будущий я сказал достойно почти как заводской значит по поводу того как заглушить боковые отверстия в квадратной трубе алюминиевый использовал вот такую вот заглушку из полистирола там или спельного пенопласта вот но очень важно установить на такой высоте что не закрыть сливное отверстие для слива воды на зиму соответственно просто вставляю пробочку и аккуратно ее туда продавливаю ну по итогу получать что-то типа того по периметру просто облил супер клеем вот теперь можно заливать герметиком так что нового поставил такое укрепление стянул рамку значит с рейкой закрепленный на хомутах и добавил жесткости всей этой системе вот второй соответственно с другой стороны значит что делаю сейчас обклеил малярным скотчем заднюю сторону тыльную уголка потому что здесь у меня как бы просвет был и надо обратная подпорка на нашего герметика просто прокатал так вот руками как получилось более-менее жестко сделав и с обратной стороны буду заливать герметик сверху похожая ситуация здесь немножко иначе здесь в принципе и так было все закрыто чтоб ничего нигде не протекло просто прогнал малярником значит все готово для заливки зарядил пистолет сейчас будем пробовать герметизировать про герметик расскажу отдельно вот так же как и про краску для покраски вот ну начинаю пробую сначала поддавливаю под каждую трубку чтобы как можно плотнее все зашло потом обхожу каждую трубку плотненько процесс довольно так такие монотонные то есть потихонечку обдавливая каждую трубку пробегаем герметиком в принципе тут ничего сильно добавить не получится работа кропотливая аккуратно и как бы она себя вознаградит то же самое делаю и с обратной стороной со стороны трубы обхожу каждую трубку немножко под утрамбовываю чтобы каждая трубочка плотно сидела герметики технология по сути та же только здесь объем чуть чуть больше получился потому что больше расстояние до малярного скотча который создает заднюю стенку вот далее что делаю просто беру и заполняю свободной полости чтобы был сплошной шов то есть тоже как бы нового ничего нету но суть в том что мы создаем сплошной шов это и будет являться ну типа как армирующим герметиком то есть частью несущей конструкции самой рамки ну раз усоливать нету смысла я думаю покажу это все гораздо быстрее так заделываю торцы заделываю тем же самым способом герметизации из пистолета захожу с разных сторон чтобы какую-то более-менее хоть красоту сделать сейчас посвежаку поснимаю частичные элементы получим аккуратные ровные полоски не забываем за аккуратность поставить лайк в таком виде и оставляем на сушку на дня два три четыре потому что герметик у нас полиуретановый сохнет довольно долго но при этом является частью несущей конструкции собрал одну крышку на резинку это патрубок для подачи значит ну для заливки воды ну и на случай если вдруг вскипит чтобы выбросила пробку просто наружу далее холодные трубки как ни странно утеплил надо так в общем говорю короче затянул такой продается в гипермаркете утеплитель дешак очень дешевый пока так вот сделал проволочками в принципе получилось в общем неплохо утепление теперь буду сделать вторую сторону в процессе сборки сейчас подставка значит для солнечного коллектора она же опора она же держак тяжелого бака в 20 литров тут на самом деле ваяй что хочешь на вот этих винтах будет осуществляться регулировка угла ну и просто крест для жесткости остальное уже как бы того что гораздо ну вот что-то типа того должно получиться конечно там можно все гораздо проще но задумка такая что весь вес ложится на вот эту поперечину то есть так вот это все раскрывается то есть сам бачок он стоит на своих ногах все время отдельно это как бы кто как сделает я сделал так вот есть что пообсуждать опять в чем-нибудь меня обвинить ну у меня конструкция такая и 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